Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена. Со мной моя помощница Сонечка. У нас сегодня, друзья, как вы могли догадаться, по антурану, время окрашивания яиц пасхальных. Я подготовила уже емкость, которую мы будем окрашивать. Купила я вот такие красители в таблетках, неоновые какие-то красители. Четыре таблетки, четыре цвета. Здесь у нас должно получиться зеленый, желтый, оранжевый и розовый. Ярко-розовый, неоновый. Не знаю, посмотрим, что получится. Таблетки такие веклые. И я подготовила в Ашане. Мы купили в распаковке, я показывала, вот такие термонаклейки. Сейчас мы эти наклеечки подготовим сразу. Нужно будет их разрезать. Да, аккуратненько мы их разрежем ножницами сейчас, да, чтобы нам их потом наклеить на яички. Так, что-то тут у меня... Так. Здесь получится в одной ленте. Я не стала много покупать, потому что такие яйца очень трудно потом будет очищать. Когда-нибудь уже на праздничном столе, поэтому я купила вот таких наклеечек. Всего одну полосочку. Я всегда так покупаю. Просто для разнообразия, чтобы что-то красивенькое у нас тоже дома было, да, Сонечка? Ну и на самом деле удобно такими наклейками. Здесь пользоваться ими очень просто. Одеваем пленку уже на остывшее яйцо и окунаем. Быстро-быстро наклейка схватывается. Окунаем в горячую воду, буквально за секунду вытаскиваем и все. Так. Этикетку я, естественно, не буду эту. Да, потом опять. У нас получилось здесь наклейки синие, можно сказать, не наклейки, термоэтикетки. Так как у нас здесь, я специально выбирала, здесь синего цвета нет. Да, некоторые мне скажут, можно, конечно, намешать, но я не хочу намешивать. Я хочу уже использовать таблетки те, которые есть. Так, наклеечки подготовили. Яйца у меня пока еще варятся, девочки, поэтому и мальчики. Поэтому мы сейчас, наверное, с вами займемся подготовлением раствора. У меня, я буду всего одну чайную ложку добавлять уксусной кислоты, потому что у меня кислота 70%. Если у вас уксус, то здесь написано, что одну столовую ложку. Ой, как же сильно. У меня эссенция, она где-то 1 к 6, по-моему, разводится. Поэтому, закрываю сразу запах, я вам скажу, ох. И бросаем таблеточку. И так делаем со всеми. Это у нас желтый. Да, уксус краситель. Да. И так делаем со всеми красителями. Я 1 ложка буду все это делать. Да, красиво. Так, Соня, аккуратно. Что уксус этот? У меня прям во рту стоит уксус. Красиво. Надо аккуратно, дочь. Да, красиво ты делаешь. Ух-ух-ух-ух. Запашок, я вам скажу, еще тот уксус состоит. Ну, что делать? Что делать? Сейчас я брошу все таблеточки наши. У нас будет 4 цвета. Долью я водички. Так, и сюда я тоже сейчас. Ух. Надо поменьше, даже половинку. Ну что, мы сейчас с Сонечкой доделаем красители. Вам покажем, какие цвета получились. И уже будем вместе с вами окрашивать наши яйца. Ну что, друзья, яйца сварились. Я достала первые, скажем так, 4 яйца. Давайте будем уже к самому интересному приступать. Окунаем горячие прям яйца в красители. О, даже многое тут. Не стало я, как в прошлом году. Там, я не знаю, я что-то фантазировала, Соня. У нас что там только не было, да, Соня? Всякие мы делали яички со всякими непонятными штуками. Там у нас очень всего было много. Красиво. В этом году я просто решила покрасить, потому что сейчас уже у нас вечер. Времени остаётся совсем мало. Со всеми уборками, со всеми делами, работа, ещё и каналы. И всё-всё-всё-всё-всё так вот, скажем, наложилось одним комом. И всё, до праздника нужно успеть. Кулич, естественно, мы с Соней купили. Да, Соня. Сегодня, да, печь мы не стали. Купили мы также Пасху на развес взяли. Уже готовую, да. Только осталось выложить её красиво для того, чтобы понести уже в храм непосредственно светить. Оставляем мы сейчас эти яйца, ну, как написано, на пять минут. Я не знаю. Я буду сейчас вытаскивать, потихонечку смотреть, насколько интенсивно мне захочется, чтобы оно было красиво. Красиво, да? Насколько мне захочется, чтобы интенсивно яички окрасились. До тех пор буду держать. Посмотрим, пускай. Да. Угу. Да. Ух, какой цвет. Какая красится. Угу. Да, какой цвет. Красивый. Я знаю, многие красят луком. Я лука тоже очень много набрала и думала, что-то интересное мы будем сегодня делать. Но, друзья, нет. К сожалению, на всё вот не хватает времени. Вот категорически не хватает никакого времени. Вот хочется вроде бы, думаешь, задумываешь одно, а в итоге получается совсем всё по-другому. Ну, то, что есть, и слава богу уже. Ну, что, эти яйца я оставлю ещё, наверное, на несколько минут. Пускай они приобретут насыщенный яркий цвет. А пока я, наверное, сейчас приступлю к окрашиванию. Сейчас посмотрю, остыли яички или нет. К окрашиванию, пока у меня горячая вода от яиц, окрашу вот при помощи вот этих термонаклеечек. Ну, что, я приготовила специально горячую воду. Для термонаклеек уже яйца остудила. Для того, чтобы начать окрашивание. Горячая вода у меня от яиц. Ну, что, давайте. Я так люблю это волшебство. Смотри, хоп. Горячая вода просто, видишь, дочь, и всё. И наклеечка у нас. Здорово, да, как? Да. Водичка уже не слишком горячая, видимо. Надо всё-таки более крутой кипяток. Красть. Смотрите, какая красота у нас с вами получается. Очень хорошо, кстати, когда у вас яйца лопнут. Вот нечаянно, если. Очень удобно вот этими наклейками доделывать. Подделать, так сказать. Ну, сейчас я сделаю все яички с термонаклейками. Наверное, придётся делать на плитке, потому что вода, когда остывает, они уже плохо начинают работать. И вам покажу, что у нас получилось. Мы с Сонечкой окунули в кипяток все наши яички. Посмотрите, какая красота получилась. Просто суперски. Такая вот красотища у нас вышла. Смотрите, какие яички. Мне очень нравится, на самом деле, как просто красить яйца вот при помощи такой плёнки. Но потом не очень удобно их кушать. Поэтому я все яйца никогда не покрываю вот такими плёнками. Ну что, сейчас давайте посмотрим, что у нас получается. Вернее, получилось уже. Хочу вытащить, наконец-то, наши яйца на просушку. И уже, наверное, следующую партию. Ой, они у меня такие интересные получились. Да, красивые. Многоцветные. Ого. О, да, как красиво. Вот это шедевр. Да, как красиво. Розовый тоже. Розовый тоже красивый. Сенькие руки у меня будут, наверное. Конечно, это... Ой, какие интересные, да? Да, так, как свекла. Как свекла, Соня Ассоциация. Жёлтенькие. Сейчас покажу вам поближе. Да, как красиво. Что у нас получилось? Они немножко подсохнут. Мы их сейчас ещё намажем Соне растительным маслом. Смотрите. Какие у нас яички получились красивые. Сейчас подождём, пока они высохнут. И будем следующую партию тоже яичек. Будем сейчас красить. Ну и в итоге покажу, что у нас уже получится. Ну что, друзья? Наконец-то мы закончили окрашивать наши яйца. Покажу вам. Вот такая у нас. Не знаю, камера не передаёт. На самом деле они прям, ну, очень яркие. Всякие разные получились. Хотя, в принципе, краситель один и тот же. А вот видите, у нас и совсем яркие. И зелёные, и жёлтые, и оранжевые. Оранжевые мне не очень понравились. Я всего три штучки сделала. А вот розовые, жёлтые. Жёлтые прям вот камера не передаёт. Они прям настолько красивые. Они лимонные, прям красивые-красивые. И здесь вот ещё всего. В общем, у нас 25 яиц получилось. Потому что обязательно нужно будет, когда освещать яйца, дать яички на храм. Потом эти яйца отдаёт бедным. И дать, ну, нищим, кто сидит, просит около храма. Вот тоже их нужно угостить будет. Так что вот так вот. Поэтому сделали 25. В принципе, вся неделя праздничная. Гости придут. Яйца должны быть на столе. Понятное дело, все в гости ходят тоже. Друг друга угощают крашенками. Ну и на столе, как антураж, конечно же, такая красота обязательно в Пасху должна быть. Тем более, я думаю, что придётся даже ещё докрашивать. Потому что в следующей неделе у нас после Пасхи красная горка. А на красную горку тоже красят яйца. Поэтому, если хозяйке кто-то делает впрок, ну, это даже может быть хорошо. Если что-то останется, может быть, нам с Соней на красную горку всё-таки не придётся красить. Хотя я думаю, что так как яички мы и любим кушать, я думаю, на красной горке вряд ли останется. Ну и вот такие вот яйца у нас. Вот такие, ребята и девчата. Вот такая красота. 25 яиц. Ну, я думаю, штук 3, а может быть, и 5 отдадим мы в храм. 20 у нас останется. В принципе, не так много на троих. Ну, может быть, кого-то угостим. Кто-то зайдёт к нам в гости. Мы угостим ничком тоже. Все, кто были вместе с нами, досмотрели наше видео до конца, огромное вам всем спасибо. С наступающим вас праздником, друзья. Мы ещё увидимся в следующих видео. Но на сегодня пока всё. Всех целуем, обнимаем. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока. Пока.